Этот микрорайон местные жители уже назвали олимпийским. В жилом комплекте, расположенном на площади более 100 гектаров, есть всё – ландшафтное озеленение, бассейны, парковки и даже небольшой собственный орнитопарк. Во время Олимпиады здесь жили звёзды мирового спорта, в том числе и российские знаменитости – Овечкин, Плющенко, Лепницкая. Эти номера в ближайшее время начнут активно продавать. Стоимость квадратного метра сопоставима по цене со стоимостью жилья бизнес-класса. А вот квартиры, где жили волонтёры, заселят очередники. К примеру, несколько многоэтажных домов, возведённых на месте бывшего казачьего рынка. Вся необходимая инфраструктура, в том числе школа, детский сад, уже готова. У нас же также продолжается работа с Олимпиадом и Олимпийским армитетом по приёмке объектов, построенных также жилых домов, про которые сами краевые целевые программы, которые строились и для волонтёров. То есть, это сейчас порядок передачи приёмки, то есть, он осуществляется. То есть, работа эта ведётся. После того, когда у нас номерной фонд уже появится в муниципальной собственности, тоже уже будет принято решение о распределении жилья нуждающимся. Аналогичные квартиры для очередников, оставшиеся в наследство от Олимпиады, расположены практически во всех районах курорта. Так, высотки на улице Фабрициуса в ближайшие дни переедут 160 семей. Новые квартиры в этом году получат не только очередники, но и переселенцы из ветхого и аварийного фонда. Барак по адресу Виноградная 2 и постояльцы называют «наша развалюшка». Чтобы убедиться в этом, достаточно зайти в дом. Стены трещат не только по швам, пол проваливается. Однажды, вспоминают жильцы, со второго этажа на первый и провалился туалет. Но уже через месяц жизнь обитателей этого дома изменится кардинально. Правда, соседям придется разъехаться, но при этом все останутся в центральном районе. Валентина Шагрова, к примеру, переберется с Виноградной на Макаренко. Сравнивая свою новую квартиру с прежней, говорит, это настоящие апартаменты. Площадь очень большая. Ну, я не хочу ничего лишнего после тех наших великих коров. Поэтому большой телевизор, чтобы было меньшее загромождение. Естественно, спальное место надо будет. Вот еще спальное место не придумала как. В квартире пока доделана не все. Все-таки дом новый. Но строители обещают, через месяц, когда правоустанавливающий документ будет на руках у хозяйки, все будет готово. Двери вставлены, сантехника установлена. Всего за этот год и следующий по программе переселения из ветхого и аварийного жилья свои новые квадратные метры получат свыше двух тысяч сочинцев. Что же касается очередников, то, как утверждают в администрации города, в первую очередь олимпийские квартиры отдадут работникам социальной сферы. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.